Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой на войне одной минутки не прожить без прибаутки шутки самой немудрой. Не прожить, как без махорки от бомбежки до другой, без хорошей поговорки или присказки какой. Без тебя, Василий Теркин, Вася Теркин мой герой. Василий Теркин. Солдат Великой Отечественной войны. Главный герой знаменитого произведения писателя Твардовского. Неспроста создавая литературный образ русского парня, сильного и доброго, находчивого и смелого, автор дал ему имя Василий. Ведь именно оно соответствует представлению о широкой душе русского народа, о его добродушии и открытости. Возможно, именно поэтому многие называли Василием и своих сыновей. Отца моего звали Василий, ну и меня назвали в его честь. И имя Василий, оно мне всю жизнь сопутствует, а тем более Василий Васильевич. А девичья фамилия моей матери была Васильченко, вот, поэтому, ну, кругом одни Василия. Мне дал имя отец в честь тяжелоатлета Василия Жаботинского. Был такой в 70-е, 60-е годы. В 60-е годы был, чемпион мира был Василий Жаботинский. Вот, у меня отец занимался тоже тяжелоатлетикой, потом я занимался как-то одно время. И в честь этого великого спортсмена я был назван Василием. В наши дни имя Василий стало чуть ли не нарицательным. Даже появился особый тип настенной письменности – здесь был Вася. Между тем, в реальной жизни обладателей этого имени встретишь нечасто. А ведь когда-то на Руси оно было в почете, потому что считалось царским. Первый раз, когда я задумался о том, как меня зовут, да, ну, как-то вот получилось, что батюшка в церкви, когда венчали, спросил меня, как вас зовут. Я сказал, Василий. Он сказал, царское имя. Да, да. И я вот с тех пор, значит, как-то заинтересовался, думаю, ну, причем здесь какие-то там цари. Вот когда я простой вот такой, как это, как-то, здесь был Вася, кот Васька, да, а тут какие-то цари, да. А оказалось, да, корни значительно глубже. Древнегреческое имя Василий в дословном переводе означает царь. Многие обладатели этого величественного имени отлично знакомы с историей его появления на Руси. Еще бы, царям просто положено все знать. Василий происходит от древнегреческого Базилеус, да. У нас был первый Рим, это был Древний Рим, второй Рим, это была Византия. Ну, я немножко, это я учитель истории по диплому. А третий Рим, это наша как раз вот Россия. И вот во втором Риме правили базилевсы, а это были цари. А с древнегреческого, вот Василий и Базилевс, это такие однокоренные слова. И они идут на одном уровне с Зевсом и Посейдоном. То есть, если проводить аналогию, я не в том плане, что я тут из своего имени что-то делаю, просто я читал об этом. Вот, проводите себе аналогию. То получается, что это древнее, очень древнее имя. И если, не знаю, уместно или нет, вот есть, допустим, чай Каркаде, да. Это такая роза, которая в Древнем Египте росла. И чай из этой розы мог пить только фараон и его приближенные. И если простой египтянин заварил себе этот чай и об этом узнали, его лишали жизни. Вот то же самое, раньше Василий было имя, которое называли только в Византии царских кровей людей, да. То есть, царя, его родственников, приближенных, ну и так далее. Вот такое вот необычное, непростое, неплебейское, как говорится. Особое место имя Василий занимает и в христианском именослове. Так звали основателя церкви Василий Великий, который жил в IV веке. В старых связах и календарях имя встречается в других формах произношения. Василиск, что переводится как царек, или Василит, что означает царевич. Я даже не задумывался, ну Василий, Василий, Васек, там, кто как, кому как нравится. Ну, в основном Василий, Вася. Мне всегда нравилось мое имя. Дело в том, что, так как я сын военного, отец был военным, вот, мы очень часто меняли место жительства, военные гарнизоны. Вот школьные годы я провел, допустим, в Грузии. Так получилось, что вот так вот жизнь сложилась. Практически всю школу. Там меня звали Васо. Вот. И до сих пор мои одноклассники, в одноклассниках, значит, везде. О, Васо, привет, там, ждем рождения, там. Книга имен утверждает, что обладатели имени Василий – люди добрейшей души. Основные черты их характера – это мягкость и спокойная жизнерадостность. Жизнерадостность везде, где не проходил мой отец. Вот по работе везде он всем конфеты дарил, везде был смех, шутки, веселье, хохот, ну, и так далее. Не в плане, что человек работал клоуном, он работал с замполитом летного соединения, был подполковником. Вот. Но в плане том, что человек всегда старался поддерживать какие-то такие хорошие, дружеские, веселые отношения с окружающими, вне зависимости, это подчиненные там или… Но у меня приблизительно то же самое, я стараюсь не зацикливаться. Как-то у меня характер тоже такой оптимистичный. Ну да, где-то так информация была в интернете, так, подсчитывал про имя Василий. Находили что-нибудь похожее? Да, да, находил. Были такие совпадения. Совпадает ли книжная характеристика имени с теми чертами характера, которые есть у его обладателей? Узнаем, раскрыв тайну имени Василий в разговоре с нашими царственными героями. Книга имен утверждает, что в детские годы юный обладатель имени Василий поражает необыкновенной взрослостью и серьезностью. Маленький Вася растет спокойным мальчиком. Он не хулиганит и не шумит. Такой дворовой пацан, сколько я себя помню. Да, да. В 70-е, 70-е годы. Что-то так аж навеяло, накрыло меня воспоминаниями. Ну да, подружки, друзья бегали. Ну как раньше, у нас же не было таких, как сейчас компьютеры, интернеты. Улица, 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 улица. Догонялки, шпаргалки всякие там, фейерверки какие всевозможные, что нам помнить. Селитры, шмылиты. Ну да, было, детство есть, что вспомнить. Ну нет, не было хулиганом никогда, как бы таким открытым, откровенным. А пасыщенным ребенком был? Ну да, как бы я всегда уважал и уважаю своих родителей. Для меня их мнение очень значит многое. Как обычно, как все дети, были какие-то вопросы спорные, мы с ними спорили. Я свою точку зрения ставил, а не свою как бы настаивали. Я был очень, это самое, спокойным, таким равновешенным. Все девчонки в классе ходили ко мне советоваться, все доверяли мне свои тайны, потому что я знал, что если тебе человек что-то сказал, не надо на каждом заборе писать о том, что он сказал, да. И если, естественно, от меня ничего не исходило, то мне можно было что-то доверить. Вот. Ну, был такой серьезный характер. Хотя, с другой стороны, я вспоминаю отдельные моменты, когда я был совсем маленьким, как я кипятильник рыбкам в аквариум засунул в виде эксперимента. И бедные рыбки там по ковру знасят это самое. Ну, какие-то моменты. Все дети, допустим, пироманы. Вот с 4 до 5 лет я помню, как я комод поджег. Ну, было дело, что делать? Спокойствие и ответственность маленького Васи зарождает трепетное отношение и любовь к животным. С одной стороны, да. С другой стороны, я рыбак и охотник. Если ты охотник, значит, ты в уток стреляешь. Там дичи за свою жизнь я ездил по гарнизонам. Я и лосей стрелял, и, значит, этих кабанов мы стреляли. Очень много зайцев. Сколько уток, это не перечесть. Но чисто так вот над кем-то издеваться, пнуть ногой, Нет, это, конечно, нет, это не про меня. Это, с одной стороны, охота – это жестокость, а с другой стороны, конечно, черты характера совершенно другие. Особый интерес по утверждению книги имен у Васильев вызывают хомячки и попугаи. У нас были и хомячки были, и попугаи были. Правда, они потом улетели случайно в окошко. Но сейчас как-то, вот когда мы живем на севере, все как-то вот сходится, там, домашний код. Нет, не было никогда у меня этих хомячков, попугаев. Ну, жили в доме попугаи, как бы. Ну, я такого, особенно, прямо, чтобы увлечение к ним не испытывал. Есть и есть. Собачка там была, пела, когда я на кардионе в музыкальной школе играл. Садилась, я играл, она пела мне. Ну, такие все, дворовые, таких не было такого фанатизма, что вот животные, там, рыбки, там. Появлялись в доме, как бы, появлялись, не было их и не было. Родителям маленького Васи стоит знать, что он нуждается в постоянном напоминании о главных жизненных ценностях и наставлении на путь истинный. Знали это и родители Василия Шпакова, которые помогали своему маленькому царевичу находить увлечение по душе. Резьбой по дереву занимался в Доме культуры, у Суровца Евгения Сергеевича, там кино, фото, студия тут. Молодость была бурная. В Доме культуры пропадали там у Суровца Евгения Сергеевича. А ты творчество, да? Да, там было и кино, фото, изо-студия, там мультстудия, там фотостудия. Особое место среди увлечений Василия занимает спорт. Эту книжную характеристику имени подтверждают и наши герои. Я занимался трюлой атлетикой. Как бы у меня отец чемпионом Беларуси был, почему да, был. Дядька у меня тоже, мамин брат, тоже чемпион какой-то там. Ну я пошел по стопам, одно время, когда в Беларуси учился, в пятом, полном, шестом классе занимался. Я вот всю жизнь, допустим, с детства до военного училища занимался спортом. И на велотрек ходил, у меня был второй взрослый разряд, был в школе Олимпийского резерва, как раз вот в Грузии, на Олимпиаду 80. Ну, не повезло, мне аппендиции сделали, пришлось уйти. В волейбол играл в школьной команде, на бассейн ходил. А в детстве вообще на авиамодельный кружок ходил там. Ну, там, пять лет ходил на легкую атлетику, бегали мы по серпантину, там, на озеро обратно. Любовь Василиев к спорту передается их детям. Этот факт, что называется, подтвердила сама жизнь, семейная жизнь наших Василиев. Многодетный отец Василий Литвиченко с гордостью рассказывает о том, как его женский батальон, ведь он папа трех лапочек дочек, с удовольствием ведет активный образ жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Покорение вершин спортивного Олимпа, возможно, это ближайшее будущее для дочерей Василия Литвиченко. А вот для сына Василия Шпакова это уже реальность. Сын у меня как бы он с детства такой спортсмен был, он и футболом как-то одно время увлекался, и боксом был. Занимался Василиев, его так хорошо, тренер характеризовал, выезжал куда-то на соревнования какие-то. Потом он на сноуборд подсел, его каждую выходную возил на сноуборде кататься, он сюда ездил, потом на Полярный Урал ездил кататься, там занимал какие-то призовые места, приходил там какие-то подарки. И все, и потом как-то вот в последний год он баскетболом стал заниматься, и все, и в Питер приехал, когда жить уже в 10-м классе. Там он конкретно стал заниматься баскетболом. Сначала в школьной команде играл, потом уже из-за сборной города, там, в Петербург был команда. И пошел, и пошел, уже в четвертый год он занимается, сейчас член сборной России по баскетболу юношеской, сейчас в петербургском «Зените» играет, в молодежке, в молодежной команде. Ну, два метра роста, 100 килограмм чистого веса. Из общего понятия «спорт» книга имен утверждает и конкретизирует, что обладатели имени Василий обожают именно футбол, хоккей, стараются не пропустить ни одного матча любимой команды и обожают играть в домино. Любопытно, а как именно к этим видам спорта относятся наши герои? Вообще никак. Не футбол, не футбол, не футбол? Вообще. Ну, домино может так, с ребятами в гараже, нордишки. А футбол, хоккей как-то даже не трогает меня совершенно. В домино я могу играть, но мне больше нравятся нарды, потому что служил в авиации. А там, когда дежуришь на полетах, это обычное времяпрепровождение, когда плохая погода. Что касается хоккея, футбола, скорее всего, опять же, это лежа на диване. Если лежа на диване, то смотреть, конечно, я люблю биатлон. Почему? Потому что, во-первых, у нас замечательная школа Олимпийского резерва. У меня дочь приемная ходит в эту школу, значит, уже там у нее второй юношеский разряд. И ей это дело очень нравится, и нам очень нравится, что ей это очень нравится. Наверняка детям Васильев очень нравится и то, что их папы, обладатели царского имени, наделены такими качествами, как мягкость и доброта. Что напрочь лишает их статуса строгий папа. Вы строили папа? Нет. Это мой крест. У нас метод кнутая пряника. Я работаю пряником, к сожалению. У нас мама с Машей. Мамой не забалуешь. Но, конечно, наступает такой момент, когда бывает, это очень редко, когда дети что-то выбиваются с семьи, с колеи, ну, приходится тут тогда уже брать. Это как последняя инстанция. Не, я порядка всегда любил и люблю, и буду любить. И как бы не... Не то, что строгий, но сказал, зачем оспаривать. Я всегда говорил, что я говорю, поступай как хочешь, но я свое мнение всегда выскажу. Вообще никогда ничего не наказывал. Просто сказал, как надо сделать. Сделано. А есть ли вы решились? Я что-то такого не помню даже. Что мы не слушались. Ну, конечно, были какие-то такие моменты, конфликтные ситуации. Были, там, сказал учебники убрать, не убрала. Сказал, раз, не убрала. Я взял, выкинул в помойку, да и все. Характеристика имени Василий определяет, что у них очень сильно развито чувство долга. Перед семьей, перед друзьями и, конечно, перед родиной. Наверное, именно поэтому в числе возможных профессий для Василия есть и профессия военного. Да, да, это святое дело. Вот вопрос службы армии, я так понимаю, вообще, да, не стоял идти, не идти? Это было безоговорочно. Да, тут как бы 6 декабря 89-го года, как сейчас помню, весь мешок за спиной, вперед на военкомат. Два года армейской службы на Дальнем Востоке в военно-воздушных силах еще раз убедили, что долг родине – дело святое. Поэтому даже возможность служить, что называется, в горячей точке, не испугала обладателя царского имени. Да, конечно. Даже не задумываясь. Мы хотели, как бы, там, ну, что, Афганистан, где мы как раз водили в 89-м году, и что-то мы там с друзьями, давай, давай, там. Ну, молодые были еще, и уже как раз вывели, и все, и уже не забыли про это. В характеристике имени Василий сказано, что эти люди не склонны выбирать профессии, требующие подчинения и выполнения приказов. Однако в случае с нашими героями это оказалось полным противоречием. Достойно отслуживший в армии Василий Шпаков, как и любой солдат, мечтал стать генералом. Я хотел, вернее, в детстве прочитал книгу «Место в строю», как сейчас помню, про танкистов, ну, там, «Место в строю», да, «Место в строю», про танкистов. И все, я был под таким впечатлением, все, я говорю, по стежководу в танковом училище, и был расстроен так, что там берут только до 183-х сантиметров. А у меня уже был рост 185, соответственно, все, в танкисты я в танкиста я не пошел, да. Значит, автомат Каласников АК-74, это модернизация автомата АК-47, изменился калибр, незначительный вес, но в основном остались те же самые тактико-технические данные этого оружия. Значит, весит он около 4,5 килограмм в неснаряженном состоянии, значит, сюда у нас входит 30 патронов, да. Книга имен предполагает, а судьба располагает, кем быть обладателю имени Василий. Для Василия Литвиченко она все же выбрала карьеру военного. Отдав воинской службе почти 20 лет, капитан Литвиченко вот уже 15-й год обучает военному делу будущих защитников Отечества. Преподаватель ОБЖ Лабытанского филиала Ямальского многопрофильного колледжа Василий Васильевич считает, что работа должна приносить не только финансовый доход, но и душевное удовольствие. На все 100%. Оно так и есть. Профессию я выбирал по душе, был военным. Чисто военные выслуги у меня 10 лет 4 месяца 21 день. Естественно, что после распада союза нужно было служить дальше. Дальше я служил в пожарной охране. Дослуживал уже здесь, в Лабытнангах, в 70-й пожарной части дознавателем. Ну, что сказать. Ну, так оно и есть. Вот все, что я задумал, я обдумаю хорошо, поставлю перед собой цель. Тем более, когда рядом такая замечательная супруга, которая во всем помогает. И мы всегда добиваемся того, что мы перед собой ставим, какие цели. Несмотря на то, что многие Василии кажутся флегматичными, они основательно просчитывают свои действия на несколько шагов вперед. А потому, по утверждению книги имен, из них могут получиться отличные бизнесмены. Ну да, почему бы нет. Мог бы. Хотя профессия военного, она не подразумевает занятие бизнесом каким-то. Вот жилка такого бизнесмена есть? Вы знаете, конечно, есть. Потому что, когда союз развалился, армию у нас разогнали, нас построили, сказали. Самолеты на переплавку, вы идите куда хотите. Ну, и в основном все пошли на рынок торговать. Ну, где-то около года так оно и было. Пришлось крутиться, чтобы выживать как-то. Пока вот более-менее нормализовалось, опять пошел служить. Нет, не мое бизнес, точно не мое. Изобретательность как-то вот ограничивается. Наилучшим образом положительные качества Василия могут найти применение в профессиях творческой направленности. Из них могли бы получиться отличные художники, певцы и даже актеры. Да, это мне нравится. То есть могли бы стать... Я все время мечтал где-то в культуре работаем, да. Как-то вот... Я и раньше как-то работал же в 90-е, 80-е годы в ДК работал, там, в дискотеке всякие, киномеханиками там. Я знал, что это мое. Мне это нравилось, по крайней мере, сейчас нравится. Ну, пробовал я на гитаре играл когда-то, это самое. Ну, вот человек, по-моему, должен попробовать всего понемножку. Человек должен быть личностью разносторонней, развитой. Я всю жизнь арестовал в стенгазеты. Актером, я не знаю, мне кажется, актер это очень тяжелая профессия, очень ответственная. И нельзя так вот как-то... Надо полностью себя посвятить, полностью посвятить себя, быть актером. Ну, у меня немножко другая вот стезя получилась. И действительно, книжные предположения о том, что Василий может стать отличным актером, совпадают с действительностью. Обладателей этого имени достаточно много среди людей творческих. Советский писатель и кинорежиссер Василий Шукшин. Его работа в кинематографе имела оглушительный успех в зрителей. Таким же ярким и талантливым актером смело можно назвать и народного артиста Советского Союза Василия Ланового. Его тезка и коллега по сцене Василий Ливанов. Его легендарная роль Шерлока Холмса. Одним из самых ярких кинообразов с именем Василий является герой знаменитого советского фильма «Любовь и голуби». Василий Кузякин. Василий, Василий, хороший же мужик-то. Это наш самый любимый фильм. Потому что, конечно, человек, там герой главный, да? Василий. Василий, да. Настолько он нежнейший, юморной. Настолько он может преподнести вот это чувство юмора в жизни. Ну, там, конечно, собрался вообще такой букет артистов, что, ну, просто это... Можно вот смотреть и смотреть этот фильм. Это мой любимый фильм, да. Правда? Да, это вообще обожаю. Я его смотрю каждый раз, как первый раз. Уже на 128 раз посмотрела, еще посмотрю столько же. Васенька. Натенька. Васенька. Кстати, в отношениях с женщинами обладатель царского имени Василий демонстрирует исключительно рыцарские качества. Верный муж, образцовый семьянин, он вполне спокойно перенесет даже плохую хозяйку с вредным характером. А все благодаря доброте и терпению. Всегда наступает такой момент, когда все щелкает и начинаешь по другому смотреть все. Были такие моменты в жизни. Терпел много. Ну, как терпел много? Ну, было, было, да. То есть терпеливый? Ну, да. Да, это так и есть. Я очень по натуре такой терпеливый. Могу очень долго ждать, прощать. Но, с другой стороны, если меня достать, я могу, значит, все плюсы собрать на свою сторону, нанести ответный удар до такой, что уже обратного пути не будет. Терпение Василиев позволяет им закрывать глаза на отсутствие у любимой женщины умений и навыка вести домашнее хозяйство. По его мнению, совсем не важно, умеет ли женщина варить борщ и вышивать крестиком. Для Василия важно, чтобы морально с женой они смотрели вот в одну сторону, делали все сообща, все вместе, понимали друг друга с полуслова. Вот мы с женой часто замечали, что, значит, что-то надо сделать или о чем-то надо подумать. Мы думаем об этом вместе. Это как вот бриллиантовая рука. А может, да, вот это попробуйте, а вот этого не надо, а вот это давайте, вот приблизительно то же самое. Монолог короткий, потому что мы друг друга с полуслова понимаем. Да нет, это какое-то пережитое, какое-то такое мнение странное вообще. Никто никому ничего не должен. Как в семье положено, ну как в семье, как получается, так оно и есть. Ну как это должен? Ты должен то, ты должен это. Какого-то долгу кого-то перед кем-то. Вообще не понимаю. В числе талантов обладателей имени Василий одно из главных мест занимает его умение отлично готовить. Может быть, поэтому им не важно, умеет ли делать это женщина. А для некоторых Василиев это кулинарное хобби вполне может стать профессией. Ну да, это фишка последняя у меня лет 6-7. Что-то как-то вот поперло меня по этому делу. Не знаю почему, не знаю, с чего это взялось все. Ну, нравится мне готовить. Кстати, Василий Шпаков рецептами своих кулинарных шедевров радует не только близких, но и телезрителей ЛТВ. Участник многих кулинарных рубрик и программ организовал даже селфи-кухню. Всем привет! С вами снова селфи-кухня. Сегодня у нас необычные условия готовки. Сегодня мы готовим в настоящем хантейском чуме. Мы будем готовить уху из семги и рыбу запекать нашего щекора в фольге с овощами. Вот, пожалуйста. Ушица варится. Необычайный талант. Душевность и мягкость. Открытость и коммуникабельность. Чувство долга и справедливости. Вот ключи, открывающие тайну имени Василий. Обладатели которого живут под девизом «Ответственности и добра». Твори добро, и оно к тебе вернется. Если не я, то кто? Наверное, так. Потому что я долго могу оттягивать какое-то мероприятие, которое я наметил, да, там, в жизни, там, на работе или еще что-то. Но если, значит, его надо делать, то я его делаю. Делаю. Стараюсь делать качественно. Потому что, ну, не так уж долго мы живем, чтобы абы как жить. Субтитры подогнал «Симон»